Вот сегодня как раз Александр, когда Путин здоровался за руки и приветствовал каких-то военно-начальников, за каждым, за каждым военно-начальником, которому жал руку Путин, стоял сотрудник, как я понимаю, ФСО, охранник, видимо, то есть они были безоружны, но при этом за каждым военно-начальником стоял телохранитель Путина, но видимо боялся, что кто-то на него нападет, но вот я на это тоже сразу обратил внимание, хотя тоже, но вот странно как-то, да, вот прям зачем за каждым-то стоять? Путин боится того, что его убьют, и он не доверяет никому, отсюда и бункер, дело же не только в коронавирусе, бункер он же защищает не от американских ракет, бункер защищает от своих, отсюда и длинные столы, он боится, что его убьют, вот он посадил Макрона, черт знает, насколько далеко от себя, когда тут приезжал еще до вторжения плана масштабного, сейчас мы понимаем, почему, наверное, боялся, что Макрон пройдет и его убьют. Ну а как это объяснить по-другому, понимаете? Это же идиотизм чистой воды, с одной стороны, когда ты смотришь на разные стороны, для него это не идиотизм, ему действительно так кажется, что смута везде, что готовится покушение на него, что готовится его убить, уничтожить, не знаю, ликвидировать. Он от каждого трясется, он ни с кем не общается, он старается держаться особняком, вокруг себя ставит охрану, которую постоянно меняет, как перчатки, потому что я охранникам, он своим не доверяет. Так, а как вы думаете, Александр, а вот эта паранойя, она на пустом месте или действительно нечто подобное может произойти? Вот я нашим зрителям рассказывал, что в Даркнете сейчас очень поднялась цена за голову Путина, уже 120 миллионов долларов предлагают по некоторым объявлениям за ликвидацию военного преступника. Ну и вот он говорит, он боится, да, он, вот мы видим, на каждом углу ставит своих охранников. А зря ли он боится? Нет, не думаю, что зря. Понимаете, всегда находятся люди, которые готовы убить, особенно сейчас. Я думаю, таких людей в России немало, не скажу, что полно, но немало. Вы же видели, вот смотрите, засняли этот дом, тайный замок Путина в Геленджике. Можно говорить, да, в этих люстрах за 50 миллионов рублей, о том, что там, значит, находится огромный тир, какой-то там центр, хоккейный центр на 16 или на 18. Но в этом все можно говорить, но это не удивляет. Об этом всем еще покойный Навальный говорил. Черт знает сколько лет тому назад. О том, что они все проворовались. Я уже не в том, чтобы они проворовались. Путин из коррупционера превратился в фашиста, в дочь. Вот в чем проблема для России. Но это же снимали свои. Понимаете? Не Навальные же снимали. Не ФБК. Это снимали свои. Соответственно, можно пройти в любой тайный дворец, в любую тайную комнату Владимира Путина. Его там прикончить. Это тот сигнал, который ему передали. Мы тебя прикончим. Все. Он это понял. На некоторые все-таки особенности нового ремонта дворца давайте обратим внимание. Мне больше всего запомнилась. Это, во-первых, смена картины. Если раньше они изображали сцены с охоты, например. То есть, какие-то пейзажи были. Теперь большинство картин поменяли на сцены баталий. На сцены сражений. Суворова, Нахимова, огромного количества русских полководцев. Также построили же новую каплычку. Как это по-русски? Илью. Да, да, именно. Где рядом с огромным ликом Иисуса, лик Владимира Великого. И перед этими ликами стоит огромный трон. Трон для Путина. То есть, для того, чтобы, видимо, он мог сидеть на этом троне перед этими иконами и рассматривать. Видимо, ассоциируя себя именно с Владимиром Великим. Вот об этих изменениях в интерьере хотелось бы поговорить. Как вы думаете, о чем это может свидетельствовать? Не хочу я оскорблять чувства верующих и вспоминать просто, что предыдущий Владимир, о котором зашла речь, устраивал попойки, пьянки, убивал огромное количество людей и искупал их в Днепре в крови. Ну, хороший, значит, для Владимира Путина, как он считает, образ, да. Он и Ленина, кстати, любил еще одного Владимира. Хотя нет, наверное, мне кажется, он его более ненавидит. Он его недавно ненавидит. Ленин же создал Украину, по версии Путина. Да-да, он все развалил, он во всем виноват. Нет, дело в том, что, понимаете, абсолютно больная фантазия, абсолютно больное какое-то восприятие мира. Он себя действительно мнит кем-то великим. Чем-то средним между Владимиром и Иваном Грозным. Что здесь обсуждать? Понимаете, дело же не в том, что у человека в голове. Дело в том, что он просто неадекватен. Понимаете, его оценки реальности неадекватны. Дело в том, что он ставит... Как вам объяснить? Когда ты ставишь люстры за 50 миллионов рублей, когда ты ставишь аквадискотеку, это очень странно, когда у тебя рядом находятся иконы, церквушка маленькая, иконы, Иисус и Святой Владимир. Это просто очень странно. Такого не может быть в нормальной здоровой голове. Даже в голове коррупционера такого не может быть адекватного. Даже Янукович у нас и то с золотым батоном был. Понимаете? Да, там находились тоже мощи у некоторых бывших генеральных прокуроров. Тоже еще один больной. Но, слушайте, если просто такая тенденция... Я боюсь представить, что... Это же у всех там так. У всех. И у Путина, и у Медведева. У каждого вот эта вот болезнь, наверное, есть. Каждый что-то там себе ставят какие-то иконки, какие-то мощи. Что-то приворовывает у церквей. Или отдает им. В общем, кошмар. Они абсолютно больные люди. Это не просто какие-то агрессоры. Это абсолютно буйно помешанные люди, которые убивают, одной рукой убивают, второй рукой крестятся. Это же кошмар. Понимаете, в чем дело? Это уже далеко за пределами того же гитлеризма. Это не просто какие-то там пойти к шаманам, знаете, что... Не знаю, там, в каких-то там поучаствовать, не знаю, кружках. Провести какое-то там... Провести какое-то очередное... Не знаю, там, какое-то мероприятие. Там, к чему-то помолиться. Нет. Это не просто уже об этом. Это далеко за пределы этого. Он уже переплюнул Гитлера в этом смысле. Он больной. Он болен. Как говорил... Сразу вспоминается фраза, как говорил Немцов. Ну, мы тут запикаем, да? И е**ет, это ваш Владимир Путин. Но вот вы говорите, больные они там все. Вот кто действительно болен не психически, а физически? Это Рамзан Кадыров. Мы видели его на инаугурации Путина. Он был в плохой физической форме, очень располнел. Еле передвигается. Даже пиджак на входе снять он не смог. Ему помогали двое, которые шли сзади. Друзья, если вы вдруг эти кадры не видели, прям крайне рекомендую. Выглядит очень потешно. Но, видимо, несмотря на плохое самочувствие, пропустить такое мероприятие он никак не мог. Или почему? Вот даже говорят, что строят ему специально отдельную палату в Грозном. Потому что возить его в ЦНБ, в Москву, это очень, мол, палевно. То есть все сразу обратят внимание. Но готовят там действительно прям приборы для откачивания, грубо говоря. Отдельный реанимационный кабинет с очень дорогим оборудованием. Вот как пишет ряд СМИ. О том, зачем же все-таки нужно было прийти и показывать Кадырова крупным планом на инаугурации. То есть это видно невооруженным взглядом, что ему нехорошо. Оставили бы же его в покое? Вот интересно, потому что мне недавно в интервью Андрея Волна, вот оно недавно вышло у нас на канале. Он мне говорил, что Кадыров на самом деле не болен панкреанином, только некрозом. Что у него нет этого заболевания. И причем он абсолютно логично это доказывал. А какое есть? Ну какое есть, он не врач. Понимаете, это не его врач для того, чтобы это определить. Может ли быть у него какая-то проблема с поджелудочной, как говорил Андрей Волна? Да, может быть. Проблемы с поджелудочной могут возникнуть не только потому, что период, но потому, что тебя отравили, например. Но снова таким, понимаете, мы переходим в какой-то уже режим гаданий, к спекуляции. Дело в другом. Очевидно, что он болен. Чем-то болен. Так здоровый человек не выглядит. Сегодня, кстати, он машину толкал, показывая всем свою мощь. Дело не в этом. Дело в другом. Дело в том, что... Почему он светится? Почему его вытасли? Почему его показывают? Идет, понимаете, борьба за то, кто будет после Кадырова. Кадыров хочет, чтобы это был его наследник. Его сын, условно. Его семья. Его клан. А далеко не все в Чечне и в Москве, что важнее. Этого хотят. Да, вот вытащили Алла Удинова, ранее ближайшего какого-то соратника Кадырова, который на самом деле более оппозиционен к нему. Перевели его в Министерство обороны. Невиданный до сей поры просто скачок. Карьерный скачок с точки зрения чеченца. Чеченского чиновника. Хочет ли Путин поставить этого человека вместо Кадырова, непонятно. Но явно повышение ставок есть. И Кадыров торгуется. И светится перед Путиным по этому. Он хочет сохранить после себя свою семью. Он же понимает, что в случае чего, вот если, допустим, его уберут, и он не сможет передать власть по наследству, что называется, своей семье, своему клану, то этот клан зачистят. Как защищали кланы, когда Кадыров восходил на престол. Понимаете? Там же так все происходит. Какой клан проигрывает, тот кланы зачищают, ликвидируют. Или практически ликвидируют. Кадыров бы этого не хотел для своей родни. Для своих наследников. Именно поэтому он так и делает все. Поэтому он светится, поэтому он больной приходит, невзирая ни на что. Поэтому он пытается достучаться до Путина, встречается с ним. Медведев приезжает в Грозный, ходит вместе с Кадыровым. Все поэтому. Идут сейчас переговоры в отношении того, кто следующий. Кадыров хочет, чтобы следующим был условно его сын. Его родня. А отдельно взятые представители ФСБ, чекисты, этого не хотят. Вот и все. Вот и торг. Напоследок, Александр, у нас сегодня действительно такой вот... Не зря я вас каждый раз представляю международным аналитикам. Сегодня глубокий анализ, друзья. Я думаю, за него стоит поставить уже лайк этой беседе, если вдруг вы не прислушались ко мне до этого. Напоследок, раз я уже анонсировал эту тему, будем заканчивать. Но коротко еще хотел бы обсудить историю, которую рассказал нам бывший итальянский сенатор Фабрицио Чикитто и друг Берлускони о том, как он ходил с Путиным на охоту. Говорит, что Путин там вычудил такое, что этого Чикитто даже стошнило, а именно он застрелил косулю, потом прямо на месте ее четвертовал, вырезал ей сердце, заставил помощника подать ему деревянный поднос, положил на него окровавленный кусок этого мяса и сказал, «Это будет необыкновенная еда», цитата. У этого Чикита произошел шок, он спрятался за деревом и его стошнило. Вот так описывает свою охоту с Путиным бывший итальянский сенатор. Вот мы говорим, что Путин сейчас какие-то проявляет странные наклонности. Многие, наверное, говорят, что за последние несколько лет он очень изменился. Но такие истории, в целом и многие другие истории, которые мы с вами не раз здесь обсуждали, они показывают, что, в общем-то, человеком, ну как сказать, здоровое образование он был всегда. Я, знаете, я, во-первых, когда я прочитал эту историю, у меня возникло две мысли. Первое. Я вспомнил... Вы читали, наверное, еще читали книгу «Гарри Поттер и философский камень». Первое. Да? Вот там был такой профессор по защите от темных искусств, Квирилл, в голову которого вселился Волан-де-Морт. И, как вы помните, этот профессор Квирилл, точнее, Волан-де-Морт, Вован-де-Морт, как его называют в России, и как его называют Дмитрий Выков, он отправился в лес, в лесу убивал единорога, выпивал из него кровь, расчленял его, сердце там вытаскивал, все остальное. И я почему-то подумал, что, да, наверное, Владимир Путин – это действительно Волан-де-Морт нашего времени. Волан-де-Морт – это человек, который тоже… Вот тот, понимаете, ходил и выпивал кровь у единорогов. Этот вместо перепутал единорога с косулей, с оленем. Пошел там пить кровь его. Безумно радовался, заставил Бергускони обрыгаться на месте. Это вот первая история. Что Путин, конечно… Кстати, это очень интересно, это очень примечательно. Потому что Грин-де-Вальд, Грин-де-Вальд, предшественник Волан-де-Морт, это же яркий, это же фашист, это же дуча. Чистая кровь, единая, без примесей, да, единая там какая-то раса и все остальное. А Волан-де-Морт – это то, что может быть хуже. Вот Волан-де-Морт – это то, что хуже фашизма. Путинизм хуже фашизма. Джоанн Роблинг, она просто угадала. Эпоху, в которой она тогда еще не жила, но сейчас уже живет. Это первое. А второе, я подумал вот над чем. Вы же понимаете, что у Путина таких встреч было огромное количество. Вспомните, пришла Меркель, он ее напугал собаками. Меркель безумно боится собак. Приходили японцы. Он к этим японцам вывел Алабая. Японцы очень перепугались, потому что Алабая оказалась больше, чем эти японцы. Он привел Бервускони. Бервускони обрыгался. Потому что никогда не стрелял из ружья, никогда такого не видел. Четвертовали олени. Неважно, четвертовал его Путин или охранник. Хотя охотники делают такие вещи. Если Владимир Путин охотник, он, скорее всего, охотник, то мог и сделать и сам. Но дело же не в этом. Дело в том, что он таким образом просто ведет переговоры. Вы представляете переговоры о глобальном мире с Владимиром Путиным? Вот придет к нему условно Джо Байден. Он добьется, допустим, этой встречи. И что он сделает на этой встрече? Четвертую Чойгу? Вырвет сердце кому-то из своих, не знаю, из своего окружения? Лаврова вырвет сердце? Что он сделает? Если он так ведет переговоры. Это же во время переговорного процесса. Это же не просто поехать на охоту. Потом вспомните, например, Шрёдера. Да? Экс-канцлера Германии. Сидели в бане, баня загорелась. Поджег баню. Он сумасшедший, я вам серьезно говорю. Вот он так ведет переговоры. А что далеко ходить? Минский переговор устроил Дебальцева и Иловайск. Кровавую баню. Вот он так, этот Владимир Путин, ведет переговоры. Он обливает все и всех кровью. И неважно, кто это, животное или человек. В общем, суть. Он пытается всех держать в страхе. И меня удивляет, что эти все люди до сих пор пытаются понять. Я имею в виду лидеры западных стран, которые очень хорошо знают Путина. Ну, Байдин его прекрасно знает. Да и другие его уже хорошо знают. Вы думаете, Ангела Меркель не рассказала Олафу Шульцу, представителю своего правительства когда-то, министру финансов, что такое Владимир Путин? Они все все прекрасно знают. Но у них до сих пор в голове этот вопрос. А действительно ли Путин решится? Действительно ли он сошел с ума? Да давно сошел. Алло, гараж. Давно сошел Вадимир Путин с ума. Если он четвертует оленей при других премьерах, напускает собак на канцлера Германии и устраивает кровавые бани во время серьезных переговоров, он сошел с ума, он нездоров. И он так ведет переговоры. О чем, о каком вы мире с ним собираетесь говорить? О человеке, который вырезает сердца у животных. И который ходит с Шойгу по грибам. И который консультируется с шаманами. Ну, кто? Я, кстати, не удивлюсь, если будущий министр иностранных дел или Министерство обороны России будет шаман. Сейчас, внимание, вопрос. Какой именно? Какой именно, да. Шаман, кстати, пришел на инаугурацию Путина. Его много раз показывали. У него новая прическа. С него штаны сняли, не знаете? Честно говоря, добивают его штаны. Как сказал Бадоев, что он потеет в них. Что его воняют ноги. Когда он смотрит на эти штаны. Представляет, что у шамана Бадоев сказал воняют ноги. Мне интересно, снимут с него и сняли штаны с этого шамана. Надо посмотреть внимательно. Ну, может, ему нравится ходить потным. Кто знает. У всех свои предпочтения. В общем, друзья, ваше впечатление. Ваше впечатление оставляйте в комментариях. Да, и тут действительно нужно... Вы абсолютно правильно, Александр, заметили. Я бы только в этот синамичный ряд о том, что делает Путин. Еще напомнил, что он обстреливает мирные украинские города прямо на Пасху. Я недавно был в Харькове. И именно в центре я гулял. Был впечатлен, насколько город не только держится, но и развивается. Ставит новые памятники. Газоны прекрасные. То есть, город пытается жить. И буквально через два часа после того, как я из центра уехал. Прямо в Пасху. Этот центр был обстрелян. Поэтому, да. Вот о том, когда вы думаете... Когда вы всерьез рассуждаете о каких-то переговорах с Путиным. Помните то, что вам рассказал Александр Депченко. Не забывайте, что он делает каждый день.